У волков есть свой свод законов. Уважай иерархию. Сохраняй порядок. Соблюдай правила. Но это история о буддовщике. О волке, что появился в национальном парке Йеллоустоун. О несравнимом ни с кем вольном волке, играющем по собственным правилам. За свою жизнь он не раз менял судьбу самой культовой стаи Йеллоустоуна. И позволил по-новому взглянуть на разум волка. Восхождение черного волка На продуваемом ветрами плато борется за выживание молодой волк. Это черный волк. Двухлетний зверь-одиночка, не так давно отколовшийся от стаи. Волки не любят жить по-одиночке. Прожить без союзников слишком непросто. Но черный волк готов рискнуть, чтобы добиться более высокого положения, завоевать лучшую территорию и шанс на спаривание. Желание пристать к сородичам заставляет его идти вперед. Вот перед ним новая долина, где правит могучая стаи. Чувствуя их присутствие, он приближается. Но это опасная территория. Тут борьба – это образ жизни. А высокого положения и прав на спаривание зачастую добиваются силой. Многие погибают молодыми. Но он не обычный волк. Его оружие – не силая агрессия, а хитрость. И у него есть свой рецепт успеха. Всю свою недолгую жизнь он шел к этому мигу. Все началось два года тому назад, в километрах отсюда, у термальных источников кальдера Йеллоустоуна. О детстве черного волка мало что известно. Для полнотой картины можно использовать данные о других еженах, в Йеллоустоунских волках. Как и все волки, он родился в семейной ячейке – в стае. В этой стае правит белая волчица – Альфа-самка. Ее дочь у нее в подчинении. Она – мать черного волка. Двухмесячных детенышей все балуют. Взрослые особи все время их кормят, чистят и всячески над ними трясутся. Его дедушка – Альфа-самец стаи – заведует сегодняшней раздачей пищи. Он не позволит другим взрослым особям притронуться к еде, пока волчонок не наестся. Детеныши не подчиняются правилам иерархии в обществе взрослых. Их задача есть и играть. Но они устанавливают свою неофициальную иерархию. Черный волк обычно оказывается внизу. Его братья и сестры упражняются в доминировании, это пригодится им дальше в жизни. Но агрессия не его метод. Он любит играть и исследовать берег реки у логова. Сейчас это – весь его мир. Какие только открытия не сделает тот любопытный волчонок. Вдали от надежного логова Йеллоустоун куда опаснее. Дедушке черного волка приходится противостоять опасностям, чтобы накормить стаю. Волки – охотники. Но найдя труп лося, он превращается в падальщика. Плохо только, что он тут не один. Готовый обед привлекает самку гризли. Волк возражает, но что поделаешь со 130 килограммами мышцы толстой шкуры. Но даже медведю следует быть осторожным. Похоже, из-за запаха крови бизоны решили занять оборонительную позицию. Они обращают свою агрессию на обоих хищников. Наконец, самки гризли все это надоедает. Она возвращается к ждущим ее детенышам и идет искать более легкий обед. Как в соревнованиях с круговой системой, упорство окупается. Детеныши пребывают в счастливом неведении о том, сколько труда стоит их прокормить. Они прибавляют в весе примерно по полтора килограмма в неделю, питаясь почти ежедневно. К середине октября вес черного волка достигает 20 килограммов. Он, а также его братья и сестры уже почти выросли и могут поспевать за взрослыми. Теперь он может приступить к важнейшему этапу своего обучения – к первому уроку охоты. Осенью Йеллоустоунские стада оленей в Апите мигрируют со склона в гор в низину, в долину. Волки знают, где их искать. Альфа-самец возглавляет атаку, а другие взрослые особи ее координируют. Бегущие чуть поодаль детеныши смотрят и учатся. У черного волка есть взрослые особи, которые его учат, и сильная стая, где он растет. Он на пути к становлению охотником. Но его небольшая стая уязвима. Он первым замечает сильный запах, пахнет другими волками. Его дедушка и бабушка прекрасно знают, что это значит. Незваные гости. Соперничающий клан с юга проник на их территорию. Крупная стая из сильных охотников на бизонов. И они рвутся захватить эту землю угрозами или силой. С приходом первой в его жизни зимы мир черного волка оказывается в осаде. Его семейство бросает вызов непрошенным гостям. Но их вой выдает небольшой размер стаи. Захватчики понимают, что у них преимущество, и нападают. Их задача – уничтожить сердце небольшой стаи, убив ее лидеров. Дедушка черного волка Альфа-самец – их первая мишень. Волчонок слишком мал, чтобы вмешиваться. Ему остается лишь спасаться бегством, а стая нагоняет Альфа-самца и тут же его убивает. Единственная надежда семейства – побег. Мать черного волка собирает волчат и ведет их через горы к безопасности. Они ждут, что их догонит бабушка Альфа-самка. Но она тоже не появится. Белая волчица дралась, чтобы защитить свой родной дом и семью. Смертельно раненая, она остается на своей территории до конца. Черный волк, его мать и еще трое щенков, брошенные на произвол судьбы. Они лишились своих вожаков, кормильцев и учителей. Его мать не может самоохотиться и заботиться обо всех детенышах. Волкам случается обходиться без пищи несколько дней. Две недели спустя муки голода становятся все невыносимее. Добыча на новой территории есть. Черный волк еще никогда не охотился. Если когда-то и надо активизироваться, то сейчас. Для погони черный волк использует свой сильный инстинкт. Он пытается вспомнить то, чему учился. Но жертва, похоже, чувствует его неопытность. Он не может собрать точную картину, а голод лишь усиливается. Каждый раз поиски пищи заканчиваются ничем. Даже вороны не верят в шансы черного волка. Они часто следуют за охотящимися волками, чтобы полакомиться объедками. Ответную же услугу они оказывают редко. Но его внимание привлекает сборище птиц неподалеку. А обоняние ведет его к сильному запаху мертвичины. Тут умер старый олень в Апите. Суровая зима Йеллоустоун унесла одну жизнь и спасла другую. Суровая зима Внезапный куш накормил всю стаю. Но такие удачные находки бывают редко. Чтобы выжить, они должны охотиться. А чтобы охотиться черному волку, надо чаще упражняться. Особенно ему нужен отец. Каждый день мать черного волчонка посылает сигналы. У нее течка, и ее потребность в спаривании почти так же сильна, как ее желание выжить. Воин самка сообщает о своей готовности. Это словно маяк для любого самца-одиночки. Но никто не отвечает на ее зов. Еще две недели она пытается собрать достаточно падали для своей разношерстной семьи. Но ей одна эта задача не по зубам. Как никогда холодная зима сказывается на всех обитателях Йеллоустоуна. Но однажды утром, в январе, сквозь холодный воздух, доносится далекий звук. В округу забрел молодой волк. Это берюк. Волк, ищущий самку в одиночку. Молодая мать с готовностью отзывается. И обмен звуковыми сигналами приводит его к ней. И в Йеллоустоуне образуется новая волчья стая. Молодая мать с готовностью отзывается. Новый отчим оказывается надежным кормильцем. Теперь голод стаи не страшен. Чёрному волку уже год. Пора ему взять на себя часть нагрузки по обеспечению семьи пищей. Он должен стать охотником на оленей. Однажды утром его отчим ведёт его и его брата к пруду неподалёку. Сюда на водопой пришла небольшая группа олених. Чёрный волк с радостью бросается в погоню. Но, как и раньше, жертва даёт отпор. Пнув волка копытом, вопите может сломать ему челюсть. Но на этот раз с ним рядом отчим. Годовалый волк возобновляет борьбу. И вместе они нападают вновь. То, что не может сделать один волк, смогут двое. Наконец, брат бросается им на помощь, чтобы покончить с этим делом. Теперь чёрный волк охотник. Но в миг триумфа это удачное партнёрство вот-вот распадётся. Ему почти три года, и он слышит зов, перед которым ему не устоять. Жажда спаривания уводит его от семьи. Чтобы ответить на этот зов, он должен уйти. Теперь он то и дело уходит к границам родной территории на несколько дней, потом недель. Пока однажды не уходит навсегда. Он идёт в неизвестность, превратившись в волка-одиночку. Большинство молодых волков исчезает таким образом. Но путь этот непростой. Пищу сложнее поймать и удержать. Крупная добыча кажется слишком грозной. Приходится довольствоваться малым. Совсем малым. Ворони отступно следуют за ним. Койоты не прочь украсть даже самый маленький кусочек. Но они и недооценивают его упорство. Они могут надоедать ему, дразнить его, но им его не отвлечь. Чёрному волку достается его грызун. Он терпит такую бродячую жизнь по одной причине. Чтобы найти самку и покончить с одиночеством. Чёрный волк издаёт свой зов и прислушивается в ожидании ответа. Вдали что-то есть. Какой-то звук. Но не волчий. Что-то необычное. Пугающее. И оно приближается. Мгновение ока небеса повергают всё в хаос. Шум оглушает снег, слепит глаза. Потом что-то острое колет его, и он погружается в темноту. Четыре часа спустя чёрный волк приходит в себя после встречи с человеком. Теперь на нём метка и ошейник. Он, Йеллоустоунский волк, под номером 302. Как и за многими его сородичами, за ним будут наблюдать люди. Теперь его передвижения и особенности поведения будут тщательно фиксироваться. Надолго это испытание его не задерживает. Он продвигается на север. И вот перед ним предстаёт широкая долина. Кажется, это место специально предназначено для того, чтобы волкам жилось тут хорошо. Им живётся. В долине правит одна из самых крупных Йеллоустоунских волчьих стаи. Стая спика друидов из 17 особей. Он тут чужак, враг. Заходить на их территорию значит нарываться на нападение. Но что-то подсказывает ему, что надо тут задержаться. Может, симпатичная мордашка? Это одна из молодых волчиц из стаи друидов. Ведёт она себя вроде бы дружелюбно. Явное воодушевление – это то, что нужно. В нём борются влечение и страх. Осторожничает он неспроста. Её отец – вожак стаи друидов. Сильный альфа-самец по кличке Двадцать Первый. Чёрный волк действует неспеша. Вот бы ещё она перестала прыгать. Слишком поздно. Незваных гостей вроде него альфа-самец убивает. От этого решения зависит его жизнь. Чёрный волк должен либо спасаться бегством, либо противостоять сопернику один на один. Но из двух вариантов он выбирает третий. Он встречается с соперником лицом к лицу, а потом тут же ему подчиняется. Наступление очарованием не срабатывает. Вот теперь он в беде. В панике он бежит прямо к дороге в парке. Плохая затея. Более дюжины елустонских волков погибло под колёсами автомобилей. Большинство не подходит к дороге. Но это его единственное спасение. Дорога словно силовое поле. Она тут же останавливает нападающего. Пока чёрному волку ничто не угрожает, и он решает задержаться. Он бегает вокруг стаи, распивая серенадой тёмно-серой дочери альфа-самца и всем другим самкам, которые его слышат. Когда 21-й его застаёт, он опять бежит к дороге. Такое поведение не очень-то свойственно волкам. Претенденты вроде него обычно либо дерутся за доминантное положение, либо идут дальше. Кое-что в безрассудстве чёрного волка указывает на умную стратегию спаривания. В стае друидов много самок. Но 21-й альфа-самец стаи друидов не может с ними спариваться, ведь они приходятся ему сородичами, в основном дочерьми. Правда, время от времени он всё же предпринимает попытки, и тогда ему достаётся. Так волки не допускают родственного спаривания. Так что же делать молодой волчице, когда появляется тёмный, красивый и очень доступный незнакомец? Остаток 2003 года чёрный волк тратит на успешное освоение новой ролика за новое, заигрывая с самками с операционной базы на дороге в парке. Тёмно-серая волчица находит его особенно неотразимым. Вскоре она начинает проводить с ним больше времени, чем со стаей отца. Обычно такие пары налаживают связь и основывают свою стаю. Но оказывается, чёрный волк не из тех, кто хранит верность одной даме. Похоже, он доволен тем, где живёт, развлекаясь многочисленными самками из стаи друидов. И тайком спариваясь с ними, но не привязываясь ни к одной. Ещё год он живёт без обязательств и ответственности. Но такое поведение не обходится без последствий. В 2003 году чёрный волк становится отцом. Весной, когда препятствий нет, он пробирается в логово стаи друидов, чтобы навестить своих детёнышей. Он добился уникального баланса. Он не член стаи, но и не совсем чужак. Может, он ждёт подходящего момента, чувствуя, что скоро ему представится шанс? Альфа-волки и стаи друидов, 21-я его самка, уже в возрасте. В начале 2004 года альфа-самка умирает. Спустя несколько месяцев сам 21-й забирается высоко в горы и исчезает. Его семилетнее правление, одно из самых долгих в истории Йеллоустоуна, подошло к концу. Эта потеря пошатнула стаю друидов. Им отчаянно нужен вожак. Некоторые даже бросают стаю. Может быть, наконец, пришёл час чёрного волка? Но не так быстро. В долину заходит ещё один претендент. Другой тёмный незнакомец. И он намерен сам править стаей друидов. Новичок уже бывал в этой долине. Это младший брат чёрного волка, самец по кличке 480-й. Кажется, что чёрный волк – бесспорная кандидатура на место альфа-самца. Но он привык делать совсем не то, что от него ожидают. Он не бросает вызова, уступая своему брату 480-му место альфа-самца. В конце концов, ему неплохо жилось и без места вожака. Зачем что-то менять? Он продолжит заниматься самками. А его брат пусть принимает решение, защищает стаю и водит их на охоту. Теперь, когда 480-й во главе, стая спика друидов начинает восстанавливаться. Но стабильность мимолетна. Без предупреждения, долину наводняет армия. Внезапный удар. Новый враг с севера неизменно становился всё многочисленнее. Теперь это одна из самых крупных и агрессивных елоустонских стай. Они хотят расширить территорию, победив друидов. Второй раз в жизни чёрный волк оказывается на стороне проигравших. Их меньше, и они бегут. Друиды спасаются бегством, а он полагается на старые инстинкты. И прямиком бежит к дороге в парке. К своему убежищу. За ним стая победителей с севера празднует своё завоевание. Дали на друидов теперь их. В кризис волки порой бросают стаю. Не исключено, что прямо за холмом чёрный волк сможет начать всё заново. Но вместо этого бывший бродяга идёт по запаху своих самок из стаи и присоединяется к изгнанникам. Настали тяжёлые времена. Йеллоустоун охвачен болезнью. В 2005 году все волчатые стаи друидов погибают. Не выдержав напасти, и стая распадается. Некогда могучий клан друидов теперь составляют всего четыре особи. Чёрный волк, альфа-самец 480-й и две волчицы. Вместе эти четыре волка дожили до следующей весны. В этом году удача им улыбнулась. На свет появляются два помёта детёнышей. Вероятно, чёрный волк приходится некоторым из них отцом. Восьмерых малышей болезнь обходит стороной. Они вырастают в новых пехотинцев стаи друидов. После двух лет в изгнании друиды рвутся вернуть своё. Теперь у них армия из 12 волков. В конце 2006 года они переходят в контрнаступление. Они застают нескольких волков из северной стаи врасплох, пока те пожирают добычу. Чёрный волк в самой гуще борьбы. К концу дня лучшие районы для охоты в Йеллоустоне опять принадлежат друидам. Сейчас чёрному волку 6 лет. Это крепкий зверь, лучший охотник среди друидов. Раз за разом он убивает добычу для своей стаи. Сейчас он обеспечивает семейство не хуже любого альфа-самца. Тогда, когда у него должны начаться золотые годы, как у старшего члена стаи, возникают новые проблемы. На границе территорий друидов история повторяется. Правда, теперь в ней новый поворот. Там появился... Юный Шансанье. Который ухаживает за самками из стаи друидов. Выгнать незваных гостей задача альфа-самца. Но 480-й ничего не предпринимает. Похоже, его не заботит, чем занимаются его дочери. А вот черному волку это... Определенно не все равно. Свидание тайком с дочерью альфа-самца — это его трюк. Никакому молодому выскочке не побить его его же оружием. Черный волк набрасывается на чужака со всей своей силой. Телосложением он похож на танк. Но бойкий Дон Жуан — скользкий противник. Он бегает кругами. Вокруг немолодого соперника. Он будто бы заглядывает в старый сценарий черного волка. Конечно же, другие самцы могут справиться со стратегией Казанова не хуже его. Если старому волку приходится выполнять работу альфа-самца, он должен хотя бы что-то за это получать. Но нет. Он по-прежнему живет жизнью подчиненного. И 480-й не упускает возможности напомнить ему, кто тут главный. Возможно, черный волк наконец перерос друидов. Осенью 2008 года пожилой 8-летний волк покидает стаю, в которую так рвался. Отважный ход. На него обычно решаются волки в 4 раза моложе его. Он идет на поиски самки на новую территорию. Но в этот раз он не один. За ним идут 5 бродячих молодых самцов. Его банда холостяков движется на запад, смело заходя на территории, принадлежащие другим стаям. И вот перед ними предстает большая возвышенность под названием плато Блэк Тейл. Земля свободна. Тут не живет ни одной стаи. И тут полно добычи. К тому же тут есть волчица с двумя молодыми спутниками. Семь молодых особей стоят рядом, а взрослые волк с волчицей ухаживают друг за другом, налаживая связь. Почти по умолчанию черный волк наконец становится альфа-самцом своей стаи. Елустонские волки редко живут больше 5 лет. Черному волку почти 10. Он пережил войну, изгнание и голод. Он охотился на сотне оленей. Мало кто из волков сравнится с ним по опыту. Может, молодежь и бегает быстрее, может, им лучше даются погони. Но хоть и позже других старый волк оказывается на месте. И у него есть еще силы, чтобы нанести решающий удар оленю. Под его надежным руководством новая стая живет припеваючи. Много лет черный волк уклонялся от ответственности и нарушал правила, зато теперь поддерживает строгий порядок в своей стае. Много лет он был авантюристом, предпочитавшим искусство спаривания из-под тяжка. Теперь же осуществляет свое исключительное право на спаривание. Он проделал долгий путь от перебежчика до альфа-самца. В начале октября 2009 года он уходит осматривать свою территорию и уже не возвращается никогда. Наверное, вступил в борьбу с вражескими волками и погиб, защищая дом своей стаи. Он прожил дольше, чем практически любой другой волк в Йеллоустоуне, избегая таких стычек. Вероятно, у него больше потомства, чем у любого другого солнца. Почти все его детеныши были зачаты тайком. Хоть и не он придумал эту стратегию, но, возможно, ее усовершенствовал. Перед самым концом он видел рождение последнего помета. Единственных волчат, что он зачал, будучи альфа-самцом. Стая с плато Блэк Тейл все так же живет в Йеллоустоуне. А вместе с ней живо наследие черного волка. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. В этой стае правит белая волчица, альфа-самка. Ее дочь у нее в подчинении. Она мать черного волка. Двухмесячных детенышей все балуют. Взрослые особи все время их кормят, чистят и всячески над ними трясутся. Его дедушка, альфа-самец стаи, заведует сегодняшней раздачей пищи. Он не позволит другим взрослым особям притронуться к еде, пока волчонок не наестся. Детеныши не подчиняются правилам иерархии в обществе взрослых. Их задача есть и играть. Но они устанавливают свою неофициальную иерархию. Черный волк обычно оказывается внизу. Его братья и сестры упражняются в доминировании, это пригодится им дальше в жизни. Но агрессия не его метод. Он любит играть и исследовать берег реки у логова. Сейчас это весь его мир. Какие только открытия не сделает тот любопытный волчонок. Вдали от надежного логова Йеллоустоун куда опаснее. Дедушке черного волка приходится противостоять опасностям, чтобы накормить стаю. Волки охотники. Но найдя труп лося, он превращается в труп. У волков есть свой свод законов. Уважай иерархию. Сохраняй порядок. Соблюдай правила. Но это история о буддовщике. О волке, что появился в национальном парке Йеллоустоун. О несравнимом ни с кем вольном волке. Играющем по собственным правилам. За свою жизнь он не раз менял судьбу самой культовой стаи Йеллоустоуна. И позволил по-новому взглянуть на разум волка. Восхождение черного волка. На продуваемом ветрами плато борется за выживание молодой волк. Это черный волк. Двухлетний зверь-одиночка, не так давно отколовшийся от стаи. Волки не любят жить по-одиночке. Прожить без союзников слишком непросто. Но черный волк готов рискнуть, чтобы добиться более высокого положения, завоевать лучшую территорию и шанс на спаривание. Желание пристать к сородичам заставляет его идти вперед. Вот перед ним новая долина, где правит могучая стая. Чувствуя их присутствие, он приближается. Но это опасная территория. Тут борьба – это образ жизни. А высокого положения и прав на спаривание зачастую добиваются силы. Многие погибают молодыми. Но он не обычный волк. Его оружие – не сила и агрессия, а хитрость. И у него есть свой рецепт успеха. Всю свою недолгую жизнь он шел к этому мигу. Все началось два года тому назад, в километрах отсюда, у термальных источников кальдера Йеллоустоуна. Про детстве черного волка мало что известно. Для полнотой картины можно использовать данные о других Йеллоустоунских волках. Как и все волки, он родился в Казахстане.